Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Здравствуйте! Кировчане сегодня обсуждают смертельное ДТП, которое произошло вчера вечером на Новом мосту. Там под колеса автомобиля Ford Focus попала 18-летняя девушка, которая, по всей видимости, перебегала дорогу в неположенном месте. От удара пешеход погибла на месте. Видео из приезжающего мимо автомобиля опубликовано в паблике «Злой кировчанин». По предварительным данным, водитель был трезв. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. В интернете появилось видео рекорда, который установили российские парашютисты. Воздушные экстремалы побили рекорд 2016 года. Тогда в воздухе удалось построить фигуру с участием 36 человек. Теперь создать фигуру удалось в составе группы из 38 человек, которые составили в небе ровную фигуру, летящую со скоростью 150 км в час. По словам участника эксперимента, тренировались они с весны, а рекорд смогли установить только с 12-й попытки. На одной из тюменских улиц поймали огромного питона. Двухметровая змея была замечена у торгового центра. Очевидцы вызвали специалиста из контактного зоопарка, который посадил питона в мешок. По словам мужчины, явно домашняя змея оказалась спокойной и не причинила вреда окружающим. Сейчас питон в порядке, но немного переохладился. Вот козел и ты не ты, когда голоден. Такие комментарии оставляют жители Красноярска под видео, которое появилось сегодня в социальных сетях. Героем ролика стал домашний козел, который залез на капот припаркованной машины, чтобы пощипать свежие листочки. Всего за час публикация набрала почти 15 тысяч просмотров. Интернет-пользователи оценили смелости животного, но предыкли ему незавидную участь в случае внезапного возвращения владельца автомобиля. У меня на этом все. До завтра.